Возведение гостиничного комплекса на берегу Волги всегда беспроигрышный вариант для получения максимальной прибыли для бизнеса. Отель «Волгостар» в селе Усь-Курдюм, что неподалеку от Саратова, позиционирует себя как фешенебельный гостиничный комплекс. По соседству с ним, 1 июля этого года на территории недостроенного отеля в открытом бассейне утонула полуторагодовалая девочка. Наша съемочная группа побывала на месте после трагедии. Волгий Стар, говори, с журналистами отказались на отрез. Расследование уголовного дела было экзаменом для следователей. Как показало время, этот экзамен люди в погонах с треском провалили. На дворе ноябрь, первые заморозки. С момента трагедии прошло уже почти пять месяцев. В деле не обвиняемых, не подозреваемых. Как сообщил коллегам из «Взгляд инфор» руководитель городского следственного отдела, следственного управления Следственного комитета России Дмитрий Конев, дело находится в производстве. Расследуем. Обстоятельства устанавливаются, подозреваемых нет. Обвинение пока никому не предъявлено. Запрос нашей редакции в региональное следственное управление также пока остался без ответа. Как говорят местные жители, этот дом буквально за пару недель до трагедии купила семья погибшего ребенка. После случившегося прежние владельцы дома пошли навстречу и расторгли сделку. Молодая семья, по словам соседей, сейчас ни с прессой, ни даже со знакомыми общаться не хочет. Сейчас просто так гостиничному комплексу не подойдешь по всему периметру забор. Вот только неизвестно, был ли он в день гибели ребенка. Единственный альтернативный путь – это лестница. Об опасности этого пути пишут даже на форуме «Волгистар». Да и вряд ли полуторагодовалый ребенок смог бы преодолеть такое препятствие. Так неужели для установления истины в этом деле следователям не хватило пяти месяцев, или на них по-прежнему завораживающе действует магия имени владельца? Собственником земельного участка под Волгой Стар и земли по соседству является предприниматель, бывший руководитель земельного комитета мэрии Андрей Алешин, супруг экс-ГФИ Марина Алешиной. К самому зданию гостиничного комплекса есть и другие вопросы. В частности, земля под ним используется не по назначению. Это видно из данных публичной кадастровой карты. Это подтверждается и в ответе областной прокуратуры на запрос редакции. Участок, как пишет надзорное ведомство, выделялся для ведения личного подсобного хозяйства. Вот тут бы прокурорам и проявить рвение, обратиться в суд, ведь нарушения целевого использования очевидны. Надзорное ведомство, которое все последнее время ведет войну с инвесторами строительства, оспаривая выделение земли, в данном случае проявляет поразительную лояльность, демонстрирует двойные стандарты в трактовке законодательства. Между тем, не все просто и самой постройкой на участке. Владелец Андрей Алешин уведомил районной власти о начале и завершении строительства индивидуального жилого дома. Вместе с тем, согласно справке специалиста регионального управления Росреестра, объект недвижимости, расположенный в границах данного земельного участка, предположительно предназначен для использования как здание гостиницы. Это предположение подтверждается, не отходя от монитора. Сайт «Волгий Стар» – недостроенное здание – уже принимает гостей. Да и в самом загородном комплексе факт заселения отдыхающих не отрицают. Факт осуществления предпринимательской деятельности налицо. Только, как пишет прокуратура, владельцы бизнеса не удосужились уведомить об этом региональный Роспотребнадзор. И еще, все в том же письме надзорного ведомства отмечается, что в соответствии с нормами СанПИН в составе помещений плавательного спортивно-оздоровительного бассейна должна быть комната для медперсонала, лаборатория для проведения анализов, а также медицинский персонал, тренеры, инструкторы по плаванию. Ничего этого у недостроенной, но работавшей гостиницы не было.